Сегодня из Хабаровска, по только что сданной трассе М-58, в путь отправилась колонна во главе с желтой ладой Калины, за рулем которой сел Владимир Путин. Он решил самостоятельно оценить качество новой дороги, строящейся более 30 лет и бывшей самым опасным участком автомагистрали Москва-Владивосток. К вечеру колонне удалось преодолеть несколько сотен километров, доехав до Бурейской ГЭС, вторую ступень которой начали строить сегодня. Сергей Халашевский следит за поездкой. Ярко-желтая лада Калина – спортивный вариант. Новый обвес, слитые диски, сиденья с боковой поддержкой, кондиционеры, конечно же, система навигации ГЛОНАСС. Представители автоваза привезли в Хабаровск на тест премьер-министру сразу две такие надежные машины. Вторая, на тот случай, если сломается первая. Кроме прохладительных напитков, они находятся там в багажнике в специальном холодильнике. Владимир Путин захватил с собой дорогу несколько дисков. Это «Золотое кольцо», «Диск Битлз», «Поль Мариа», «Машина времени», «Чаев» и «Григорий Лепс». Перед тем, как сесть в машину, Владимир Путин заметил, что претензий к цвету авто у него нет. Я вчера только вечером его увидел. Пускай будет такой. Он яркий достаточно на дороге, заметный. Красивый вообще. Ну, такой молодежный, я считаю, цвет. Железную дорогу на Дальний Восток проложили в начале прошлого века, перед войной с Японией. Бам построили, когда были проблемы с Китаем. И вот теперь, по словам Путина, впервые за многовековую историю такого огромного государства, как Россия, к тому же без всякой войны, Восток и Запад соединены автомобильной дорогой. Это знаковое событие для страны, где с дорогами всегда было, мягко говоря, не очень. Вместо направлений здесь появился асфальт. Там новый участок. Ну, это видно. Но, знаете, что, в начале трассы, это, конечно, 95-е годы. Сразу видно, что 95-е годы. Это, конечно, хорошая проселочная дорога. И, по сути, там нужно строить новое. Председатель правительства в качестве водителя спорткара игривого цвета смотрелся необычно. Владимир Путин заехал сначала на заправку, а потом пообщался со строителями Бурейской ГЭС и их женами. Оказывается, уже второе поколение строителей ютятся в ветхих бараках. Воспользовавшись случаем, женщины получили обещание премьера решить их жилищную проблему. А заодно пожаловались на высокие цены на хлеб. Вот сейчас у нас хлеб уже 18 рублей. Значит, это не вызвано объективными обстоятельствами. Зерно в стране есть. И то, что посредники и в розничном звене начинают накручивать цены, это просто хотят на этом заработать. На слухах. Это спекулятивный рост. И нужно, чтобы региональное отделение антимонопольной службы этим занялись. Дальше желтая калина съехала с трассы и вслед за бетономешалкой направилась в сторону реки Бурея. На церемонию закладки первого кубометра бетона в основании Нижнебурейской ГЭС. Тут-то Владимиру Путину пришлось в очередной раз распрощаться с наручными часами. Отдать дань традиции. И уже построенная Бурейская ГЭС и только что заложенная Нижнебурейская ГЭС, по словам специалистов, идеальность с точки зрения экологии и эффективности получения электроэнергии. Дело в том, что река Бурея, это приток Амура, протекает здесь по своеобразному природному каньону. И в случае ее перекрытия площадь разлива воды будет минимальной. Это значит, что и ущерб природе тоже будет минимальным. Строительство Нижнебурейской ГЭС, рассчитанное до 2016 года, по словам премьера, даст новый импульс развитию региона. Обеспечит электроэнергией предприятий и завершит сформирование Бурейского энергетического гидроузла. И что тоже очень важно, создаст новые рабочие места. Сергей Халашевский, Кирилл Ященко, телекомпания НТВ, Хабаровский край, Амурская область.